Говорим по-русски! Русский базар! Сегодня в программе Звезда на ладони Елена Ваинга о себе и своей жизни Первая часть интервью Календарь русского шансона Памятные даты в жизни группы Бутырка Назара и Евгения Кемеровского Питерский шансон Антон Токарев о себе и своих песнях Воскресенье 13.00 На русском шансоне Русский базар! Повтор в среду в 23.00 Звезда на ладони Елена Ваинга Биография Здравствуйте, зовут меня Елена Ваинга Ну, немного не получится рассказать о себе Получится, наверное, много Родилась я на Кольском полуострове Раньше это место называлось Верхней Ваингой Сейчас это называется Североморск И это столица Северного флота По-моему, с 1977 или 1978 года Как раз является столицей Северного флота Родилась я там Потому что там, где я жила Просто не было роддомов Поэтому меня родили И сразу отвезли в поселок Который в тот момент назывался поселок Вьюжный Потом очень часто Менялись названия Где-то через 15, по-моему, лет После того, как я там родилась Скажем так, меня туда привезли Там он назывался Мурман-60, Мурман-130 Сейчас этот город на карте Обозначается как город Снежногорск Но на самом деле вот в моей личной памяти Как бы сказать, ну, личной памяти Отношения, она осталась все равно поселком Вьюжный То есть, когда меня спрашивают, откуда я Я всегда говорю так, я из Вьюжного Мне так больше нравится, мне так Ну, вот так я люблю Так я хочу В принципе, я думаю, что имею Ну, какое-то такое человеческое на это право Папа, нарисуй белый океан Посади медведя на большую дину Я стала замечать, что мне немного жаль Что я не родилась мужчиной Я стала замечать, что мне немного жаль Что я не родилась мужчиной У меня глаза северных цветов И мне не нужны тропические страны Я всегда с тобой рядышком была Но просто ты уехал слишком рано Я всегда с тобой рядышком была Просто ты уехал слишком рано Я вдруг поняла все эти города Я должна пройти, как в наказание Но у меня есть дом, а у дома я А у севера сиянье Но у меня есть дом, а у дома я А у севера сиянье Где найти страну белых лебедей И где живет любовь непонятно Папа, не рисуй белый океан А просто забери меня обратно В этом городке я очень маленький городок был Ну, опять-таки, понятие очень маленькое Все, чтобы не сказать, все Можно подвергнуть сомнению И понятие очень растяжимое, маленькое Для меня он был, конечно, ну, когда я родилась Я, конечно, считала, что это огромный мегаполис Как маленький червячок На самом деле, действительно, поселочек был очень маленький Но в этом поселке, вот, благодаря своим родителям Нет, надо, наверное, сказать то, что в этом месте Потом я уже стала взрослой, стала интересоваться Некоторыми вещами Можно так сказать, не стечение, а стекание Было очень интересных людей Я когда узнавала, ну, во-первых, естественно Что я первая, с кем я знакома, с друзьями, приятелями своих родителей Вот Туда ехали люди Вот часто говорят, что северные люди Это люди, едущие за заработком В процентном соотношении, да Там были люди, которые, конечно, зарплаты были высокие И по сравнению с зарплатами в городах больших То, что там в Москве и в Питере, как-то не странно Зарплаты были в четыре раза выше По определенным причинам, по которым я сейчас просто Не буду занимать время и говорить, почему То есть, если кому-то это интересно, то можно просто отдельно узнать Вот Естественно, военное строительство, военные Наш поселок, он был построен для того, чтобы люди работали на заводе, которые ремонтировали атомные подводные лодки То есть, это оборонная промышленность То есть, в тот момент это была очень серьезная вещь Вот люди, которые имеют к этому отношение и знают Они знают, о чем я сейчас говорю Снега по колено А вглубь еще выше Я в гости к Богу еду Один он только слышит Тайга до километра Звезда еле светит Сибирь Кто ответит Тебе, коли крикнешь Тайга до километры Звезда еле светит Сибирь Кто ответит Тебе, коли крикнешь Ну так вот, по поводу того, что стечение людей Происходило 20% Наверное, тех, кто действительно ехал Вот конкретно за деньгами Как в песне поются Как, не в песне поются, а как перефразировали Потом уже люди, по-моему, в квены, если не ошибаюсь За туманом Люди едут за деньгами За туманом едут только дураки И вот, на самом деле, конечно, за деньгами ехали туда Процентов 10-20 Все остальное, это В хорошем смысле слова Аферистически настроенные люди То есть, это были люди, которым интересно было Неинтересно было жить в городе Неинтересно было ходить Ну вот, мне сложно говорить, наверное, за других людей Но по тому, с кем я столкнулась в общении Это было видно Это были... Я не хочу сказать слово аферисты Аферисты – это плохое слово Вот в слово аферисты давно уже внесено плохой смысл Это не то Люди Я скажу одним словом Это очень интересные люди были Мало того, что это 90% этих людей Были люди, получившие не одно А несколько высших образований То есть, там стечение было Действительно интереснейших людей И, конечно, я к чему все это кланю К тому, что в этом маленьком городке В отличие от других маленьких городков того же Юга Мы, дети, могли получить хорошее образование Вот все, к чему я все это вела То есть, я в 16 лет Имея за плечами 16-летний возраст Я уже была профессиональным Ну, как сказать, не сказать профессиональным музыкантом Но я смогла после музыкального образования в своем поселке Поступить в Римского Корсакова в Санкт-Петербурге Это о многом говорит Старое мамино платье Бусы коралловой ниткой Первая наша удача Первая наша ошибка А девочка учится плакать Девочка учится верить В Настюш открытые окна А также в закрытые двери А девочка играет на флейте Целует алюминием звуки Я знаю, что на всем белом свете У нее самые волшебные руки А девочка играет на флейте Целует алюминием звуки Я знаю, что на всем белом свете У нее самые волшебные руки Я имела возможность поступить так же и в Лизгов-то, просто я не пошла в спорт Я была уже профессиональным горнолыжником к 16 годам Я очень хорошо рисовала, потому что меня научили Я закончила художественную школу Я не говорю о таких вещах, как спортзалы, тренировки Я, естественно, закончила и макрамуэтом, и вышиванием, и танцем, и все остальное Маленький город давал возможность в одни сутки То есть в городе большом это невозможно В маленьком городе я имела возможность очень многому научиться Маленький город давал возможность быть постоянно на ладони И если я находилась, например, в музыкальной школе То подруги моей мамы, которые являлись... То есть мы все друг друга знали Я всегда шутила так и говорила, что если я шла по улице, собака на меня не гавкала Потому что меня все собаки знали Ну нас всех знали, всех собаки, а мы знали всех кошек, как зовут Маленький город дает свои минусы Но я считаю, что, конечно, больше дал преимущество Поэтому я вообще могу долго говорить о месторождении своем Потому что я очень люблю свою родину И я не знаю, наверное, сколько буду жить, сколько мне будет лет Где бы я ни была, я всегда буду... Вот у меня сейчас есть песня, которую я... Ну, какая есть, когда она написана? Там в 18 лет есть песня, в 9 лет написано, есть в 20, есть в 25 Вот у меня есть песня, где слова есть Мама, я вернулась снова к городу, на побережье Я, наверное, буду всегда туда возвращаться И это будет, я не знаю, для меня будет трагедией, если я не смогу туда приехать То есть что-то... что-то... я не хочу об этом думать, потому что я думаю, что что-то вообще изменится Не говоря о том, что я даже сделала такой вывод, что если я не буду ездить туда, на родину Я не буду писать таких песен То есть мне постоянно нужна такая энергетическая подпитка Мама, я опять вернулась к городу, на побережье Мама, я забыла гордость, но я узнала, что такое нежность Мама, я так одинока, а вокруг меня люди-люди Мама, у меня сердце не бьется Мама, что со мною будет? Снег на моей голове Снег, первый раз в моем городе Снег, он метет и метет Заметет ли моё сердце Заметет ли, оживет ли Продолжение слушайте после рекламы Говорим по-русски Русский базар Звезда на ладони Елена Ваинга Питер, Москва, Питер Вот как ни странно, попытаюсь вкратце Конечно же, поскольку приехала в Питер, началось всё отсюда У меня даже не было никакого, не то что никакого выбрала У меня даже, вот я сейчас пытаюсь понять, вспомнить, о чём же я думала Я часто тяжело думаю о чём-либо То есть я человек настолько эмоционально Не то что эмоция Отсутствует при отсутствии полной мысли, я скажу так Потому что порой я вначале чувствую, потом делаю А потом сижу и думаю А что же я думала перед тем, как я почувствовала Вот так сказать, то есть такая цепочка Я пытаюсь вспомнить, о чём я думала, когда в 16-17 лет я собиралась кем-то стать И я вообще, самое смешное, я не собиралась Я, вот я, всё из парадоксов, просто моя жизнь заключена Почему? Потому что самый большой парадокс, это что, я могу так сказать Елена Ваенко никогда не собиралась быть певицей и актрисой Я стала такой красивой, а ты молодой до ловки Я тебя на ночь украла, как карманная воровка Мы с тобой сгорим невольно, ну и что, что молодая Много раз мне было больно, но я наперёд всё знаю Ну ты же обещал быть рядом, что бы ни случилось Я так и не хотела плакать, да вот не получилось Мы с тобой украли счастье, ночка я каянной А на утро стало сердце оловянным А это уже по поводу моего вот этого коронного слова «никогда» Я уже поняла это, наверное, лет пять назад Что если когда-нибудь я произношу слово «никогда» Это всё, это труба Это значит, всё со мной произойдёт Мало того, что в последнее время я даже запрещаю себе думать слово «никогда» Ну, в принципе, это не получается, потому что в голове Сигнал мозг поступает со словом «никогда» И это, естественно, происходит Я не собираю, я вообще, я не говорю, что я не любила Я была абсолютно холодна и спокойна к театру, кино К музыке нет То есть я воспринимала это как единое целое с собой Но так, чтобы я вот, как некоторые, я вот смотрю сейчас на молодёжь, конкретную молодёжь, да Занимающуюся музыкой Они мечтают стать звёздами Но это, правда, ещё проблема людей, которые постоянно, там, с телевидением с радио Детей напичкивают именно вот этой фразой «звездой, звездой» Вот они и хотят стать звездой Вот Как-то вот совершенно не думала о том, что я стану музыкой То есть, ну, вроде бы надо, вроде бы вот как бы без этого я не могу А потом уже так и получилось, что я решила заниматься классической музыкой И занимаясь классической музыкой, я просто параллельно занималась То есть я пела своим, скажем так И никогда не думала, что я, петь имеют право люди, занимающиеся классическим вокалом А петь по-другому для меня Я вот смотрела там, не знаю, на группу «Дипёпл» Я просто была поражена, как это вообще можно всё это вытащить, вынести, всё это вот И к своему творчеству я совершенно критично относилась Я считала, что это можно исполнять только на кухне Темная ночь, не фраера дочь, а дочь золотой воры Спит адвокат, спит прокурор, только не спят воры Спит адвокат, спит прокурор, только не спят воры На молодованке, ведь не цыганке, ночи летят без сына Надо ли Маринаке, только родынка, только она одна А она, родынке, гуляет вор с Маринакой Гуляет воры с накид Она одна такая, глаза как тёмный омут Там даже сердце тонет, валит на душа и встонет Шувара в законе И забивать голову людям своим творчеством Это просто, ну, по меньшей мере, неприлично Наступил момент, когда другие люди Ну, видимо, это правильно произошло Людям стало нравиться, люди стали просить А я, как человек не очень злой, а добрый, скажем так Ну, я думала, ну, хорошо, конечно, мне было несложно Я пила В принципе, изначально тщеславие такого, оно вообще во мне просто Ну, у меня, в принципе, по-моему, насколько нельзя можно так о себе говорить Да оно мне, в принципе, сейчас отсутствует То есть людям хорошо, и слава тебе, Господи Вот, приятно Так вот, наверное, это самое важное А когда спрашивают, как вы там относитесь к своему творчеству Да это вообще не мне судить То есть если кому-то нравится, значит, это, в принципе, наверное, хорошо А когда человеку самому нравится Ну, это уже как Ну, это уже, наверное, к разряду других вопросов совершенно на другую тему начинаю говорить Вернемся к нашим баранам По поводу Питер-Москва-Питер То есть изначально я пела-пела-пела, вот так скажу И решила, что наступил тот момент, когда петь, сугубо личное мнение Я решила, что я не имею права петь людям со сцены, не имея на то Не имея образования драматической актрисы Я решила, что сцена, она включает в себя понятие актер Вот, тем более со своей песней Опять, я не могу сама про свои песни говорить Об этом должны говорить другие люди Бог не выдаст, черт не съест, говорят Перезрелым падает виноград Видно, у нее длинней коса Кто же про нее тебе рассказал? А на небе радуга, да под небом речка Отдала любимому я сердечко И стелила рожь в постель золотую А он променял меня на другую А он променял меня на другую В общем, пошла я учиться в театральную академию И случилось такое горестно Но опять-таки ничего не бывает просто так И все, что не делается, все делается к лучшему Я поступила к замечательному человеку К великолепному актеру, мастеру, режиссеру Действительно, туда пробиться было Вот, чего греха таить Геннадий Рафаилович Четростенецкий Спасибо, вот можно так сказать Что есть много количества людей Которым я могу говорить спасибо Я еще сегодня это сделаю Он меня взял себе на курсы Я проучилась у него практически год Но произошла ситуация, когда мне позвонил Один человек с очень серьезной фамилией Ну, в принципе, не хочу называть и все И пригласил меня к сотрудничеству Поехать в Москву Для того, чтобы я писала альбомы И уже непосредственно там занималась музыкой Я бросила институт и уехала в Москву То есть я бросила все И уехала туда вот просто Очень рада Я всегда говорю, что масса негативной Очень много со мной случилось плохого в этом городе Свят мой, моя душа Где ты и кто с тобою рядом С добрым утром Я пожелаю тебе Открыв глаза Спасибо тебе За мир, подаренный вновь За то, что ты просто есть И за эту любовь Поздно Что-то менять Мне бы На жизнь опоздать Голос звонкий Через года Так тебе Может быть, долетит Спасибо тебе За мир, подаренный вновь За то, что ты просто есть И за эту любовь Ну так получилось То есть город, он не виноват Но так получилось Что с этим городом у меня связано Все только Самое какое-то вот нехорошее На тот момент Да, сейчас были моменты Когда прошло много лет И я приезжала в концертный зал России Вот там три или четыре раза И каждый раз Это было такое Чего не было даже в Питере То есть Москва Вот Был момент, когда Я никогда этого не забуду Спасибо этим людям Так получилось Когда я спела И Россия встала Я Честно Был момент, когда Хотела повернуться назад И посмотреть Видимо, это не мне Но это было мне То есть Я в этот момент Как-то Не то, что простила Москву Нельзя так сказать Как-то меня отпустила Потому что там Просто получилось так Что я встречала Но это, наверное, так было надо Я встречала тех людей Которые меня обманывали Это факт И очень хорошо Теперь меня не обмануть Теперь мне смешно На некоторые вещи смотреть Что когда люди пытаются обмануть Я не злюсь на них Мне их жалко Вот и все А те девчонки Брюнетки Блондинки Татуировки На ровных спинках Перетянули Косы Банданки И перепадали планки В руках зажаты Одни кастеты Ибо засечки На пистолетах А на спидометре Двести пятнадцать А лет уже перевалило За двадцать Короли А мы бросали Карманные монеты А мы боялись Холодного света А мы любили В мелодиях Кварты А мы искали себе Фарватер Басы порвали Давно перепонки Двадцатый век Ну а мы амазонки Короли Двадцатый век Двадцатый век А нам-то надо Всего-то немного Мы пишем письма Короткие к Богу Мы умираем Не поздно Не рано Но заживают Наши старые раны И мы стоим Около истока Но нам опять Как-то одиноко Наша жизнь Двадцатый раунд Мы ставим Ольтра Под андеграунд Мы не мешаем Сколою виски Но заикаются Плеередиски Мы говорим Сжатыми губами И не угонится Время за нами Короли Насколько можно Лучше Построить отношения И построить Даже дело не в бизнесе В музыке Во всех этих делах Если все начинается С доброго С позитивного С строительства А не обманы Разрушения Потому что пострадает В принципе я всегда говорила И говорю И буду говорить Человек обманывающий Теряющий человек Ибо того Кого обманывают Да С первой стороны Можно сказать Знаете Есть такое Очень распространенное слово Оно плохое Но оно есть Лох называется Я очень плохо К нему отношусь Потому что Когда человека Обманывают Разводят Так еще на нашем языке Современном говорят Пусть То есть Я не Я не хочу Показаться Таким человеком Который говорит Там Это личное дело Каждого человека Там поставили Одну щеку Ударили по одной Подставили другую В принципе Сами мы знаем Кто это сказал Я не буду Цитировать Того Не человека Скажем так Вот Но Лучше пусть тебя Чем ты Это абсолютно Самое главное Что время прошло И я вижу Что тот человек Который меня сильно обманул Вот Я даже хочу Чтоб ты на меня Сейчас посмотрел Тот очень сильно заболел Дело не во мне Он очень сильно Я не пожелаю Врагу такой болезни Просто И дело-то не во мне Просто Ну не надо Столько народу обманывать Все что он заработал Что самое смешное Это очень серьезный дядька Фамилию не буду Произнать Потому что просто Вся страна его знает Он все деньги потратил На свое лечение Ну все Господи Вот не хотела бы я так Вот А все остальные Фирмы развалились Да Денег люди Зарабатывали И не только на мне На таких как я Куча народу Мы попали с тобой Мы попали с тобой Под дождь Потеряли свои зонты Я не знала Что так же легко Потеряем друг друга мы Как обычно у нас с тобой Разговор несерьезный И на лице моем не вода А соленые слезы И на лице моем не вода А соленые слезы Ты теперь не один Я не одна Все забыто давно И все сказано И у нашей судьбы Берега разные И у нашей судьбы Берега разные Потеряли друг друга след Потеряли свои сердца И обратной дороги нет Время остановить нельзя Ты забудешь цвет моих глаз Ты забудешь запах волос Что-то вдруг порвалось в нас Что-то нам с тобой не удалось Ты теперь не один Я не одна Все забыто давно И все сказано И у нашей судьбы Берега разные И все эти воровство песен Ну и пусть Ну и пусть Все равно я еще раз говорила И буду говорить Короче Москве большое спасибо Все равно В конечном итоге я так и говорю По поводу Вот очень часто задавали В течение большого количества времени Мне задавали вопросы По поводу сотрудничества Степана Разина И с Татьяной Тишинской Очень долго Я молчала Не потому что я чего-то там боялась Я на самом деле очень хорошо Относилась к этим людям Я говорю Что за многие вещи Я им благодарна Действительно благодарна Но с происшествия времени Вот как говорят Лицом к лицу Лицо не увидать Большое видится на расстоянии Я еще так скажу И плохое тоже видится на расстоянии К сожалению Очень Мне конечно были Неприятные моменты Они неприятны Каждому человеку Когда слушаешь интервью Тане Которая очень благодарна Кругу Благодарна многим людям Которые ей помогали А у нее Первый альбом Он весь практически Без двух песен Написан мной И я никогда В принципе не слышала Ладно Не важно Все все поняли Ну не надо Не надо так не надо Но еще наступил момент Он такой тонкий И в принципе Нормальным простым людям Слушать о проблемах Авторских гонораров Наверное не очень интересно Но есть такой момент Как Суммы огромные И они проходят Естественно мимо автора Альбомов много Во всех альбомах Пишутся мои песни Они повторяются Из альбома Что говорит Понятно о чем И когда я узнала О том Как я подписала Естественно Ну дури Девицы Дали бумажку Взяли Подписали Произошла просто ситуация Что мне дали бумажку Я очень хорошо помню Этот момент Что я естественно Все бумажки Которые подписывала Я спрашивала Ну все в порядке Конечно мне говорили Все в порядке Я просто отдала Все права Этому человеку Вот и все Зернышко Зернышко роняет Голос золотой И росток питается Корнями Так же подрастает Мой сынок родной Себе на счастье И на радость маме Мама, что ты плачешь? Ты так ничего Кто попал в глаз Цариночка Нету у меня Дороже никого Чем ты, сынок Моя кровиночка Ты получишь в жизни Не один урок Много посчастливиться Увидеть Только упаси тебя Лишь Господь Бог Женщины и матери Обидеть Мама, что ты плачешь? Да так ничего Кто попал в глаз Цариночка Нету у меня Дороже никого Чем ты, сынок Моя кровиночка Непростая девичья Моя судьба Злые языки Молчать не станут Только знаю я Сыночек Никогда Ты не дашь В обиду Свою маму Мама, что ты плачешь? Да так Ничего Кто попал в глаз Цариночка Нету у меня Дороже никого Чем ты, сынок Моя кровиночка Продолжение интервью Да, я многоформатный человек Я пошла учиться опять Я закончила уже Театральный институт И учил меня Петр Сергеевич Вилиаминов Когда мне задают вопрос Почему русские шансы? Я всегда говорю По многим причинам Еще потому что Есть радиостанции Дай бог им здоровья И в конце концов Скорее всего Я естественно Окажусь на этих радиостанциях Просто изначально Изначально Я говорила всегда И буду говорить Это станция Которая любила Мою музыку Я уже Ну В годах Но тем не менее Я уже Определенный возраст Имею И как музыкант Я уже на сцене Практически 10 лет И всегда Рука об руку И мне всегда Помогут Именно в творческом смысле Слово Опять К вопросу о том Что Как таково У меня логика отсутствует У меня мысли Очень редко Приходят в голову Так подобные Но это как-то Странно Размышлять Почему К тебе ходят люди Я думаю Что это глупо Вообще об этом говорить Но в принципе Я конечно могу сказать Все это правда Я не придумываю Я знаю Что я говорю Я знаю Что я пою Я знаю Что я чувствую И вот поэтому Так все происходит Я тоже Вот человек Обыкновенно Я ела Я ела курицу У меня были грязные руки Для того Чтобы попить воды Святой источник Нельзя было резть С грязными руками И Меня стали поить из рук И в этот момент Пошло Простите меня За это слово Она у меня прям Тошнила этими словами Вот по-другому не сказать Ну вот все Печально Печальнее Печальнее Все под конец Веселая Даже веселая Черт возьми Песня Та же золотая рыбка Ну Не знала Ну правда не знала Я думала Что рыбок можно гладить Что самое парадоксальное Но у меня была рыбка Нюра золотая Я ее гладила Я догладилась до того Что она у меня сдохла И самый дурацкий вопрос Это задать Поднять голову наверх И спросить Господи За что Все Ну я знаете Как скажу Я скажу так Спасибо за то Что вы Все это выслушали И я вас Не замучила Все Больше ничего Не могу сказать Все это В следующей программе Продолжение беседы С Еленой Ваингой Через неделю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok